Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о трансферной политике ведущих клубов России. И вот знаете, сейчас, конечно, нашим командам не позавидуешь, потому что в это летнее трансферное окно тебе мало иметь хороший бюджет, тебе мало иметь ресурсы для подписания новых игроков, тебе еще нужно как-то все это дело оформить. Потому что, вот посмотрите, Спартак пытается подписать барху аргентинца, и тут футболист уже приехал в Москву, и начались какие-то непонятные движухи. То ли там бюрократические какие-то проблемы, то ли проблемы с переводом денег, то ли еще что-то. И в итоге футболист вроде как почти подтвержден как новый игрок, но вот все, он застрял и до сих пор официально не объявлен. Хотя уже и Малышев высказался про него, и все остальные, но застрял игрок между клубами. И вот, пожалуйста, Зенит. Тоже деньги есть, ну кто бы сомневался. И есть хороший игрок на примете, которого хотят взять, Серп Ильич. И опять же, простите, Медведев, президент Зенита, пусть и не стал говорить о том, что мы уже подписали, но просто сказал, что игрок хороший, дескать, не торопите события. Представитель Торино, нынешнего клуба Ильича, говорит, что переговоры идут, но пока что Ильич наш футболист. То есть здесь тоже загадочно, сколько времени прошло с момента первых инсайдов и первых объявлений. И здесь, простите, не какие-то непонятные инсайдеры сообщают. Здесь очень серьезные журналисты говорят о том, что Ильич должен перебраться в Зенит. В итоге на тебе. Ильич находится уже на сборах в Торино в команде. Зенит начинает сезон без него. И что дальше? Давайте попытаемся разобраться, потому что тут некоторые гипотезы и некоторые инсайды просто поражают воображение. Дескать, чуть ли не из Госдумы или откуда-то еще спустили сообщение, что Ильича покупать нельзя. Давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на платформе Boosty, где будет выходить эксклюзивный контент, которого не будет на Ютубе. В частности, там вы сможете получить мои прогнозы на все матчи российского чемпионата. Прогнозы на матчи второго тура уже опубликованы в отдельном посте. Сами посудите, у красно-белых сейчас очень тяжелая ситуация. А также на моем Boosty будут публиковаться ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И начнем мы с сезона 92-93 года, то есть после распада Советского Союза, на футбольный клуб «Авенир». И вот здесь, против этих полулюбителей, «Спартак» откровенно провалился. В первом, получается, дебютном матче в Еврокубках «Спартак» сыграл в ничью 0-0. Понятно, что результат неожиданный. Обсудим, как ЦСКА выступил в Лиге Чемпионов, как «Спартак» дебютировал в качестве российской команды в Кубке Кубков. Все это будет на моей платформе Boosty. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, касательно последних инсайдов про государственные власти Российской Федерации. Что, дескать, они пытаются заблокировать данный переход. Тут, конечно, многие схватили за голову, а какой смысл? Ну, то есть, о чем вообще вы несете, товарищи журналисты? Если что, кстати, это инсайд не российский, а сербский. Потому что, ну, тут, понимаете, был бы он условно там гражданином США или какой-нибудь другой не особо дружественной страны. Ну, тогда мы бы могли понять, почему государственные власти вмешались и что-то там сказали, ай-яй-яй, такой футболист нам не нужен, теоретически. А тут серб. Ну, во-первых, братушки. Во-вторых, сколько у нас уже играет сербов? В чем проблема-то? Касательно того, что переходит из Италии, ну, у нас уже много футболистов, и в Италию отправилось, и оттуда. Все-таки здесь товарооборот, уж простите за цинизм, определенно идет между странами и слухи и все остальное. В чем смысл-то? Как сообщают сербы, смысл в том, что в российской власти забеспокоились, что игрок, купленный за 25 миллионов евро во время санкций и, там, во время тяжелых событий для страны, это неуместно. И тут я, если честно, вообще нихрена не понял. Потому что относительно недавно российские клубы уже подписывали футболистов за немалые деньги. Там, Иракович, тот же самый Бетелло в Динамо, тот же самый Спартаквис у Гальде. Ну да, конечно, Ильич будет дороже, это будет трансферный рекорд, если брать последние годы после известных событий. Но я бы не сказал, что это смотрится чем-то, не знаю, возмутительно. В свое время, когда Зенит подписал за 100 миллионов Вицеля и Халка, возмущение было куда больше. Тем более, что с учетом инфляции, по нынешним меркам, это, наверное, были вообще зашкаливающие деньги. Учитывая то, что инфляция там съела часть всего остального. В общем, по нынешним меркам, этот трансфер, это все равно, что потратить 150 миллионов. И вот такая история действительно возмутила бы многих, а здесь, ну, 25. В принципе, особого возмущения среди экспертов, среди профильной прессы не было. То есть здесь не было какой-то информационной кампании про то, что Зенит просирает там государственные деньги, какой ужас и все в этом духе. Это скорее тогда с Халком и Вицелем было. Поэтому здесь, ну, мне вообще непонятно, к чему это и о чем. Так что здесь это либо сербская пресса, опять что-то непонятное выдумала, они это дело любят. Либо, возможно, я даю несколько процентов шанса, что здесь кое-кто подложил нужную папочку кое-кому. У нас в стране, ну, судя по многим статьям и всяким инсайдам и заявлениям, очень многое решается вот так. Одному небезызвестному человеку дают какой-то доклад, на основании которого он принимает какие-то решения. Как было, например, во времена, когда этот человек объявил о том, что у нас не должно быть лимита на легионера. Тогда гарант Конституции, как, видимо, получил от кого-то сведения про то, что, точнее, наоборот, что нужно сохранить лимит, потому что мы на Олимпиаде давно не были. И тогда у нас резко все развернулось. Возможно, сейчас тоже кто-то, я не знаю, дал нужную папочку, что, дескать, как это возмутительно, Зенит, Газпромовская команда, на фоне, там, проблем Газпрома с финансами, вот такого футболиста хочет подписать. Ну, может быть, такой сценарий развития событий. Ну, теоретически, да, но мне куда больше верится в то, что сербы просто какую-то херню выдумали. Потому что здесь слишком уж многое должно сойтись воедино, чтобы действительно сверху запретили Зениту подписывать футболиста. Здесь, мне кажется, все куда банальнее. Идут переговоры. Переговоры, как, видимо, тяжелые. Финансы действительно стали камнем преткновения, но не в том плане, что нельзя тратить такие деньги. А в том плане, что Торино хочет получить побольше, Зенит торгуется, чтобы получить игрока за меньшие деньги. И тут каждую сторону можно понять. Зенит, ну, конечно, команда богатая, но, опять же, наверное, им нужно купить не только Ильича в ближайшее время. Поэтому есть куда тратить финансы, есть куда тратить средства помимо серба. А что касается Торино, ну, после того, как они упустили свою главную звезду Белоти на халяву, просто отпустив его свободным агентом, у них, по-моему, какая-то идея фикс про то, что нужно по максимуму зарабатывать, по минимуму тратить. И для них деньги стали, ну, таким вот больным вопросом. И каждый раз, когда Торино пытается либо кого-то купить, либо кого-то продать, это превращается в бесконечные торги. Вспомните, как Миранчука в свое время хотели выкупать. Он, в общем-то, был нужен тренеру, он играл неплохо, но тогда они не хотели платить. Достаточно умеренный ценник, который требовала тогда Аталанта. Это сейчас Аталанта требует хрен знает сколько за Миранчука после того, как он провел 2-3 хороших месяца. В основном составе Аталанта. А тогда, в общем-то, бергамаски были достаточно сговорчивы. В общем, такая вот история, такая ситуация. Мне кажется, здесь все куда банальнее. Никто сверху не давал никаких команд. Просто коллективы футбольные торгуются. А это уже более банальная и более прозаичная вещь, чем какие-то, знаете, инсайды из высоких эшелонов власти.